Итак, у нас с вами есть теперь первый раз загрузившийся Aira. Мы проверили, что эта первая загрузка прошла корректно. У Aira появился свой эфириум адрес, что у Aira есть свое IPNS имя, которое мы используем как уникальный идентификатор сейчас в арбономике. Мы проверили структуру сообщений, поддерживаемых на уровне ROS-фреймворка роботом и посмотрели узлы ROS-овские, которые также идут в начальной поставке дистрибутива Aira. Теперь мы с вами будем проходить первый урок. Для этого мы с вами начнем прослушивание топика, который первым выведен это граф Gritting. Это системный топик, который используется на стороне ROS для того, чтобы отправлять и принимать, точнее принимать из сети робономика сообщения формата Aira и ее уникальный идентификатор онлайн. И давайте мы с вами сейчас попробуем как раз таки это выполнить. Итак, я ввел ROS-топик echo slash graph slash greeting, нажимаю Enter и начинается его прослушивание. С этого момента Aira будет на стороне ROS-а обрабатывать сообщения из сети робономика, посвященные, как я говорю, системным сообщениям формата Aira и такой-то идентификатор в сети. Так как даже если сейчас вы только что установили Aira и она только вышла в онлайн, и еще, как вы знаете, нужно, чтобы прошло некоторое количество времени, когда узлов немного, чтобы между ними связанность появилась, то как минимум вы увидите сообщение, что ваша Aira онлайн, то есть вы поймаете то сообщение, которое вы же и отправили в сеть. Давайте его дождемся по умолчанию в дистрибутиве раз в минуту, в две эти сообщения гуляют. Вот как раз мы его видели. Aira, дальше Q большая, MC маленький, M большая, это как раз, посмотрите, первые четыре буквы из IPNS. И потом мы пропускаем, чтобы огромные строчки тут не выдавать и не мучить на экране вас. И видим последние четыре, четыре J-E-A. Четыре J-E-A. Вот как раз мы видели с вами, что ваша Aira отправляет сообщение в сеть Арбономики о том, что она онлайн, и из-за того, что вы подписались на Ростопик Граф Критинг, вы, соответственно, получаете эти сообщения. Я предлагаю не закрывать данную вкладку при дальнейшем прохождении уроков, просто открыть новое диалоговое окно. Можно это сделать в Nix, в VirtualBox, Alt, стрелочка вправо, и вот запустится аналогичное диалоговое окно, и в нем можно продолжить работу. Переключившись стрелочкой влево-обратно, можно будет проверять приходящие сообщения. В течение нескольких часов вы должны будете начать ловить сообщения от других Aira, то есть другим уникальным идентификаторам. Поэтому давайте оставим в работающем состоянии это окно, и будем продолжать прохождение следующих уроков в новом. Соответственно, на этом данное видео заканчиваем, и в следующем уроке мы будем говорить Аире привет.